Значит, первый вопрос, который мы посмотрим, это рассмотреть наиболее важные уравнения математической физики, классические уравнения. В самой этой науке они появляются из курсов теоретической физики. И поэтому, вообще говоря, строгий вывод этих уравнений, надо смотреть, конечно, в соответствующую динамику, открываем и смотрим, как там появляются соответствующие уравнения. Цель рассмотрения, которое сейчас будет сделано, просто проиллюстрировать, откуда берутся вот эти уравнения, уравнения в частных производствах. И какой смысл имеют те величины, которые в них входят? То есть в уравнениях, это дифференциальное уравнение в частных производствах, там есть какие-то коэффициенты. Вот какой смысл у коэффициентов? Какой смысл имеет сама неизвестная функция? Ну, и еще, как бы, можно будет при этом обсудить такой вопрос. На самом деле, все уравнения, которые рассматриваются, опять же, в математической физике, получены в результате использования некоторых приближений. Так вот, обсудить еще вот эти вот приближения, то есть что остается за камерой. Ну, тоже в виде, в чисто таком иллюстративном плане. То есть не надо считать, что это такой действительно строгий, последовательный вывод. Вот. Давайте рассмотрим сначала уравнение малых колебаний струны. Итак, вывод уравнения малых колебаний. Ну, сначала надо, конечно, определиться какими-то понятиями. Во-первых, что такое струна? Считается, что это нечто чрезвычайно протяженное. Вот. То есть некоторый объект, поперечными размерами которого можно пренебречь по сравнению с продольными размерами. Да? Вот. Значит, далее. Мы будем рассматривать только поперечные колебания. Да? Будем рассматривать только поперечные колебания. Ну и предположим, что у нас в отсутствии каких-то внешних сил, вот, сама по себе струна расположена вдоль оси Х. Вот, значит. Тогда надо нарисовать вот так. И, значит, опять же, имеет она длину Х. То есть она, ну, как-то натягивает. Да? Тогда, значит, вот, что ли, если это у Х, вот можно нарисовать вот, что ли, ее форма. В отсутствие внешних сил будет совпадать с дизайнерами. Ну, а в общем случае она будет как-то отклоняться от своего положения равновесия. И мы будем считать, что каждая точка струны отклоняется только в поперечном направлении. То есть колебаний вдоль направления Х мы не рассматриваем. Вот, и так, ну, если, значит, каждая точка отклонится, то понятно, что в какой-то момент времени струна примет, ну, какую-то, допустим, вот такую форму. И вот то, что здесь нарисовано, да, это У в момент времени Т и Х. Обозначим так. То есть под буквой У мы будем понимать поперечное смещение, ну, или смещение вдоль оси У. Поперечное смещение той точки струны, которая без, ну, или в покое, что ли, да, вот, без внешних сил имела координату Х. Вот, тогда все это вместе, вот, совокупность, как бы, вот этих значений, это будет форма струны в момент времени Т. Вот эта функция будет создавать нам форму струны в момент времени Т. Ну, понятно, что если УТХ, УТХ, это форма струны в момент времени Т, да, то, соответственно, ДУ по ДТ, вот, мы, значит, фиксируем координату Х и берем производную по Т. Получается скорость каждой точки струны, да, в момент времени Т. То есть ДУ по ДТ это будет скорость, ну, я это буду называть, коротко, скорость струны, да, да, ну, имеется в виду каждой точки струны, да, вот, ну, а вторая производная ДУ по ДТ дважды, это будет ускорение. Вот, ну, вообще говоря, то, что мы рассматриваем поперечные вот эти колебания, происходящие только в одной плоскости, это не такое уж большое, как бы, упрощение, ну, или, можно сказать, вообще не упрощение, потому что, на самом деле, общее смещение точки струны, это векторная сумма смещений, там, в трех направлениях. Ну, мы, значит, рассматриваем только вот одну проекцию, вот, ну, поперечную. Так, дальше мы рассматриваем малые колебания струны. Вот, определимся с критерием малости. Значит, его, ну, принято, что ли, получать или обосновывать следующим образом. Вот, вообще, длина струны L, вот, если я L обозначу длина струны, то это будет что такое? Это будет интеграл от нуля до L от единицы плюс, значит, ДУ по ДХ в квадрате по ДХ. Вот, общая длина струны имеет, ну, формула, что ли, для нее имеет такой вид. Как получить эту формулу, я вот тут ниже поясню, ну, так, в качестве такой ремарки можно записать. То есть, на самом деле, если мы рассмотрим какой-то участок струны, да, большой, вот, то, вот, для малого участка струны, вот этот кусочек струны, это, как бы, тримая. И, ну, если мы тут введем некий Дельта Икс, а вот это вот некоторое Дельта Идрик, да, ну, Идрик, какое-то разбиение сделает, то, значит, чтобы посчитать длину, мы должны взять и просуммировать ОИ от единицы до Н, вот, корень квадратный из Дельта Икс Идрик в квадрате плюс Дельта Идрик в квадрате. Вот. Ну, значит, можно переписать это как такую сумму по Едрик в квадрате. на Дельта Икс Идрик. Правильно? Ну, а вот если теперь перейти к пределу, к пределу, когда, ну, вот это Тау, то есть, разбиение, да, стремится к нулю, вот, то мы как раз и придем вот к этому выражению. То есть, вот это вот отношение превратится в производное, ну, а сумма превратится в интеграл. Да? То есть, понятно, откуда берется это выражение. Вот. Ну, так вот, значит, таким выражением дается длина струны. Определимся, что колебания будут считаться малыми, если удлинение струны, вот, при отклонении струны от своего начального, вот этого, горизонтального положения, и так, если удлинение струны будет мало по сравнению с длиной струны. То есть, малость колебаний означает малость относительного удлинения струны. Удлинением струны можно пренебречь по сравнению с длиной струны. Вот. Ну, понятно, что наименьшая длина, вот, из всех возможных форм, которые имеет струна, получается, когда, когда струна вот имеет вид вот этой прямой линии, прямого отрезка, да, все ее изгибы будут приводить только к увеличению длины струны. Вот. Поэтому не будем мудрствовать, там, доказывать всяких фиорем, а просто, как бы, это понятно. Да? Вот. Здесь, если мы в этом интеграле разложим корень, значит, в ряд, то мы получим следующее выражение. Интеграл от нуля до l, значит, первый член — это единица, а потом будет 1, 2, значит, d, u, d, x, в квадрате, плюс еще что-то, ну, и d, x, правильно? Ну, вот, смотрите, как получается. Все вот эти вот последующие члены, они будут отличны от нуля, только в случае, если струна как-то изогнута, правильно? Вот. А, значит, вот этот первый член, он у нас всегда сохранится даже в случае прямой струны, будет отличен от нуля. Вот. Поэтому мы хотим, чтобы вот эта вот длина, вот эта вот длина была равна l, да, вот мы хотим этого. То есть тогда колебания считаются малыми. Но понятно, что так получится, вот если посмотреть на этот интеграл, если мы пренебрежем вот этим и последующими слагаями, да? Вот. То есть если считать, считать, что d, u по d, x в квадрате много меньше единиц. То есть вот это вот условие не будет критерием малости. Вот это условие будет критерием малости. Вот. То есть видите, как критерии малости чему соответствуют? d, u по d, x, ну, это, значит, как известно, производная вот эта. Это тангенс угла наклона касательной. Да? Тангенс угла наклона касательной. Мы считаем, что тангенс угла наклона касательной, возведенный в квадрат, это малая величина, малая по сравнению с единицей. То есть в любом гаражении, где у нас в сумме будут слагаемые такого типа единица, и вот квадрат этой величины, мы должны пренебречь квадратом этой величины. Разумеется, если сумма начнется сразу с квадрата, то пренитрекать им нельзя, потому что мы все выпасим тогда, да? Вот. Но по сравнению с единицей, вот эта вот величина мала. Ну, а смысл, еще раз повторяю, это условие в том, что локально, в каждой точке струны изгиб достаточно мало. Но это не означает, что струна совсем уж не может никуда отклоняться от положения равновесия, потому что, ну, в принципе-то, вот сама вот эта производная не обязана быть равной нулю. Вот. Квадратик, значит, она по сравнению с единицей мала, но не равна нулю. Поэтому все-таки отклоняться на струне разрешаем. Более того, если мы на протяженной струне организуем, ну, малый локальный изгиб, то все-таки амплитуда этого отклонения, ну, в зависимости от длины струны, абсолютное значение амплитуды, отклонения, может быть, ну, сколько угодно большим. Если бы струна была достаточно длинной, да? Вот. Поэтому это не означает вовсе, что мы должны забыть о колебаниях. Нет, колебания совершаются, но малые. Так, это первое. Значит, ну, следующее ограничение. Струну мы будем предполагать абсолютно гибкой. Абсолютно гибкой. Вот. Что из этого следует? Ну, безусловно, в струне есть силы натяжения, да? Но считая, что струна абсолютно гибкая, то есть не сопротивляется изгибу, мы сразу получим, что силы натяжения направлены в струне строго по касателю. То есть, вот если это сила натяжения, то она, значит, вот, направлена вот таким образом строго по касателю. Вот. Итак, струна не сопротивляется изгибу. Соответственно, мы сразу оставляем за бортом все объекты, в которых вот это сопротивление и изгибу является очень важным физическим эффектом. Ну, допустим, какие-нибудь вот балки, да? Очень важно, как они сопротивляются изгибу. И поэтому уравнение, которое описывает вот эту балку, да, оно, конечно, не будет уравнению струны. Изгибу пренебречь нельзя. Там это главный эффект, да, вот, как это является изгибом. Вот. Так, ну, что же мы можем сказать, вот, используя эту абсолютную гибкость и малость колебаний про вот силы натяжения? Так. Оказывается, значит, можно упомянуть следующее, что, да, вот, простите, я написал D от X, вот, в общем случае надо писать, что это D, зависящее от D и от X. Так вот, первое, что можно сказать. Поскольку у нас для любого участка струны... Так, ну, вот, я отдельно шлипки. Значит, для любого участка струны... Для любого участка струны... Интеграл от X1 до X2... Вот. Единица плюс... D у по Dx в квадрате... Dx. Ну, так же, как и для всей струны, да, вот это относительно удлинение, оно же мало, но получится X2 минус X1. Да, мы пренебрегаем вот этой величиной по сравнению с единицей. Получим их с вами минус X1. Вот. Для любого участка струны, как бы, удлинение не происходит. Удлинение не происходит... Со временем. То есть, вот, длина участка струны, как бы, не изменяется, да. То, соответственно, вот эта вот сила натяжения... Ну, мы вынуждены признать, что в силу наших ограничений... Сила натяжения, она не меняется со временем, да, от времени не зависит. Вот. То есть, сила натяжения, ну, как бы, подчиняется закону Гука, а там получается так, что чем... Ну, вот, то есть, пропорциональное растяжение, да. Вот. Тут этого растяжения нет, со временем, как бы, ничего не меняется, сила натяжения остается постоянной. Вот. Первое. На самом деле, можно показать, что она и от координат не зависит. В нашем случае, в наших приближениях. Вот. То есть, для этого надо рассмотреть... Рассмотрим... Проекцию... Проекцию сил... Действующих на участок, ну, вот, х1, х2, на ось х. На ось х. Вот. Ну, тогда мы что должны сказать? Ну, во-первых, 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 ну, вот, если вот, все-таки я вот там обозначу вот это вот, у меня будет х1, вот это вот х2, да, ну, а к этой точке будет приложена сила Т от х1. На самом деле, в каждой точке струны, внутри струны, вот если мы возьмем какую-то точку, у нас на эту точку, внутри струны, действует сила с одной стороны и с другой стороны. Ну, как известно, по третьему закону Ньютона, а ничего, скомпенсировано. Да? Вот. Поэтому, вот эти вот внутренние силы при сложении, они вообще все уничтожаются. Вот. И, когда мы рассматриваем участок струны как единое целое, то к его движению приводят только силы, приложенные к концам струны. Ну, то есть действующие на этот участок, вот, со стороны струны, которая здесь вот справа находится, и которая слева. Внутренние силы, как известно, в механической системе, не могут привести к движению системы как целого. То есть себя самого за волосы там из болота не вытащишь. Вот. Хотя никто не утверждает, что возможно. Вот. Поэтому от всей этой суммы сил у нас остается только сила, которая приложена к правому участку струны, это Т от х2, и сила, которая приложена к левому участку струны, это Т от х1. Вот. Они направлены по касательности, струна абсолютно один. Вот. Ну, чтобы рассмотреть проекцию, нам нужно ввести углы, и тогда это будет угол альфа, ну, соответствующая, от х2, с точки х2. Вот здесь вот будет угол альфа, ну, вот этот угол альфа, в точке х1, ну, он равен вот этому углу альфа в точке х1, да, то есть они вертикальны. Вот. Поэтому, значит, при проектировании на, значит, на ось х, да, мы что должны написать? Мы должны написать, что Т в точке х1 умножить на косинус косинус альфа в точке х1, ну, и сразу поставить минус, потому что Т в точке х1 направлено вот сюда, и имеется в виду, что вот, если мы с этим альфа имеем дело, то как бы альфа, отчитываемый от этого направления, он плюс пи, да, поэтому как бы минус там появляется. Вот. Значит, плюс Т в точке х2 на косинус альфа в точке х2. х2, вот это все вместе должно быть равно нулю. Почему? Потому что мы рассматриваем только поперечные смещения, и вдоль оси х этот участок у нас, и ни одна точка из него, и ни весь этот участок не движется, да, то есть движения вдоль оси х у нас нет. Вот. Это наш поперечный колебатель. Поэтому ноль получается. Вот. Как вычисляется косинус альфа? Ну, значит, для вычисления косинуса альфа, ну, давайте, косинус альфа в какой-то точке х, в каком вычисляем. Удобно воспользоваться тем, что вот эта вот производная, это тангенс, угла альфа, тангенс угла наклона, да, и надо тогда выразить косинус через тангенс. Как это сделать? Ну, это надо, чего там сделать-то, чтобы... Так, это надо, допустим, вот так вот, единица на корень единица плюс тангенс в квадрате альфа единица, да? Вот, есть такое тоже, да, ну, понятно, да? Вот. Ну, а вместо тангенса мы уже можем написать вот эту производку, и она в квадрате. И тогда мы ей принебрежем, в соответствии с нашим критерием малости, и получим, что это приблизительно равно единице. То есть угол альфа, вот этот угол, как бы наклона касательных, в каждой точке x в струне настолько мал, что мы везде считаем его равным единице. Вот, примерно равным единице. Ну, и тогда получится, что вот эта единица и вот эта единица, и отсюда будет следовать, что t в точке x1 равно t в точке 2, ну, x в минус 2 в производной точке, значит, это просто равно некоторой константе t. Вот. То есть в наших приближениях символ дотяжения может быть только постоянного, иначе будет что-то происходить, выходящее за рамки нашего рассмотрения, да? Вот. Ну, теперь осталось только написать уравнение движения для вертикального смещения. Ну, значит, как пишется уравнение движения? Так, мы, конечно, пользуемся уравнением ньютона и пишем проекцию суммы сил, которая действует, ну, действует на данный участок струны на ось Y. Итак, проекция действующих на участок струны с 1 и с 2 на ось Y. То есть что это будет такое? Опять то же самое. В каждой точке у нас как бы вот эти внутренние все силы сокращаются, да? И остаются только силы, действующие на крайние точки данного участка струны. Вот. Ну, снова будет у нас минус т на синус альфа плюс т на синус альфа х2. Вот. Что это такое? Ну, теперь нам надо выразить синус через тангенс. Синус через тангенс надо выразить. Синус альфа х2 на косинус альфа х2 на косинус альфа х2. Вот. То есть это будет так. Т умножить на разность. Вот это вот пойдет в плюсах. То есть ДУ по ДХ в точке Х равная х2. Минус ДУ по ДХ в точке Х равная х1. Правда? Ну, и вот эту разность можно записать очень хитро, используя формулу Ньютона-Лейдницы. То есть тут разность значений некоторой функции в двух точках можно записать ее как интеграл от производной этой функции. Это называется формула Ньютона-Лейдницы. То есть вот так записать. Значит, можно записать это таким образом. Вот. Ну, могут быть еще, в принципе, и внешние силы. То есть, скажем, какая-нибудь сила тяжести, тоже которая действует вдоль оси и игре. Сумма внешних сил, да? Сумма внешних сил. Как запишется? Ну, мы тогда должны записать это тоже как интеграл x1, x2 значит, f от tx на dx. Ну, и тогда, что собой представляет вот это вот f от tx? Вот это вот f от tx что такое? Во-первых, это плотность, сил, да? Ну, во-вторых, это проекция, как бы, на оси, итак, это будет у нас, когда проекция плотности, да? Ну, плотность нехорошо векторной величиной будет, да? Плотность может быть? Нет, наверное, тогда лучше плотность проекции. вот этот скаляртор значит, плотность плотность проекции внешних сил проекции внешних сил на али. ну, значит, уравнение ньютера мы определили все силы, надо теперь m на а написать, да? вот, то есть я хочу записать вот такое уравнение m a равно да, вот с f я определился, теперь надо с m a определиться. Ну, с ускорением я тоже запросто напишу, да, вот это вот, это что? А что? Что будет соответствовать m? Поскольку у меня основа, масса распределена, я снова должен писать интеграл от плотности, да? То есть, вот, как бы, вот это вот dm, это у меня что такое? ρ от x до dx. dm это ρ от x на dx. Ну, и если я теперь записываю как бы вот это уравнение для участка струны, то я должен писать следующим образом. вот это вместо m a я должен писать интеграл от x1 до x2 ρ от x на d2 u по dt дважды по dx так? равно а дальше я должен писать вот это d integral от x1 до x2 d2 u по dx 2 шли на dx плюс integral от x1 до x2 f от x на dx то есть вот в результате для участка струны между точками x1 и x2 у меня получается вот такое уравнение. так? ну дальше я могу перенести все в одну сторону вот и написать следующее уравнение интеграл от x1 до x2 ρ от x d2 u по dt дважды минус t d2 u по dx дважды плюс f все это на dx и равно нулю вот спрашивается чему равна функция интеграл от которой на участке от x1 и x2 равен нулю но один из вариантов что эта функция равна нулю а нулю да, минус минус вот тот вот минус спасибо значит один из вариантов такой что эта функция равна нулю но в принципе может быть и не нулевая функция от которой интеграл равен нулю однако если у нас участок x1 и x2 произвольный то только ноль может быть той самой функции да, интеграл от которого от которой даст нам ноль вот то есть в силу произвольности вот этих точек x1 и x2 да давайте это напишем поскольку поскольку x1 и x2 произвольные отсюда у нас будет следовать что что ρ от x d2 ну давайте я теперь все аргументы напишу значит pdt дважды равно t на d2 от dx от dx от dx дважды плюс f от tx вот полученное уравнение называется уравнением малых отречных колебаний струны или попросту уравнение колебаний вот ну что это за уравнение у нас получается здесь входят значит частные производные от неизвестной функции неизвестной функцией у нас является у вот частные производные и значит это уравнение частных производных дальше оно второго порядка ну порядок уравнение в частных производных определяется так же как и порядок обыкновенного дифференциального уравнения по порядку старшей производной то есть это дифференциальное уравнение частных производных вот такое дифференциальное уравнение линии в том смысле что если вы вместо подставим умноженное на констанцию вот или значит вместо то есть поставим сумму этих у нас вот эти вот слагаемые частным произведением они распадаются вот ну строго говоря вот если говорить о линейности смысле как бы выстиллась мысли дату неоднородного уравнения не обладает свойством линейность однако про вине на светового уравнения говорят как про значит линейность вот этой однородной части именно в том смысле сумма решений или решение уложено на константу будет тоже решением соответствующего однородного уровня то есть линейно-дифференциальный уровне часто производных второго Смысл коэффициентов, которые появились у нас, t и ρ, строго определенных, и, по крайней мере, он позволяет кое-что сказать о знаке этих коэффициентов. Выбор знака однозначно. ρ, плотность, отрицательный объект не может. t, модуль сил и натяжения, тоже не может быть отрицательным. То есть, вот эти знаки этих коэффициентов, что очень важно, они четко определены. Не может быть уравнения колебаний, когда вот здесь t вдруг стало отрицательной величиной. Это уже будет не уравнение колебаний, а что-то другое. В классической постановке, конечно же, вот эти ρ, t и f заданы, а требуется найти функцию. Так, ну что же, вот это вот мы будем называть уравнение колебаний. Вот, но если среда однородна, если среда однородна, то у нас ρ от x равно просто ρ, которое равно константе. Вот, тогда мы можем поделить на ρ это уравнение и получить уравнение вот такое. d2, нет, а то x равно а квадрат на d2у tx поделить дважды, плюс, ну, маленькое f dx, вот где? d, вот это а квадрат, это будет t поделить на ρ, а f маленькое, это будет t поделить на ρ. Вот такое уравнение, такое уравнение, то есть это как бы частный случай нашего уравнения колебаний, называется волновым уравнением. Вот это вот волновое уравнение, оно несколько проще. Ну, мы увидим, что называется оно так, потому что допускает решение в виде волн, текущих волн. Вот, ну, вот это а квадрат, такое обозначение, здесь вводится, чтобы подчеркнуть, что вот этот коэффициент строго положительный коэффициент. В общем рассмотрение, это какое-то строго положительное коэффициент. Половое уравнение. Вот, ну и, значит, чтобы эту историю закончить, я хочу сказать следующее, что на самом деле вот эти вот дифференциальные уравнения в частных производных, они не определяют физический процесс или как бы вот решение этих дифференциальных уравнений, никогда нам не дадут решение, ну, какой-нибудь какой-то физической проблемой. В том смысле, что однозначного решения у дифференциальных уравнений нет. Тут ситуация, ну, такая же, как в обыкновенных дифференциальных уравнений. Если вам задано просто дифференциальные уравнения, вы его решите и получите там, ну, несколько произвольных постоянно, в соответствии с порядком дифференциальных уравнений. Вот, то есть целое множество функций, да, удовлетворяет решению дифференциального уравнения как такового. Вот, физические задачи или при описании какой-то физической ситуации у вас неопределенности оставаться не должно, да. То есть вам нужны какие-то дополнительные условия, чтобы эти вот неопределенные коэффициенты, ну, такие параметры, в общем решение как-то найти, вот, откуда-то их взять. Ну, и вот, значит, вот это как раз может быть одно из таких великих открытий, которые сделал в свое время Ютон, да, вот, почему его имя так запомнилось, люди. Вот, потому что, ну, как бы, вот он понял, как это можно так сделать, чтобы описание выделило таким образом. Закон, по которому все развивается, он один и тот же. А ситуации, которые описываются с помощью закона, неограниченное ничем множество. Вот, потому что, ну, до Ньютона там был в истории, у него была идея такая, что вот, как бы, каждое тело, ну, движется к какой-то своей конечной цели. Вот, это, с одной стороны, логично, как бы, ну, так вот, если использовать какую-то такую неестественную логику, вот такую метафизическую, да, то есть у нас, как бы, возникает ощущение такой, ну, такого, ну, да, у каждого тела есть какая-то своя цель в этом мире, и оно, и оно к нему движется. Вот, вроде, это получается, как бы, это самое, ну, нормально, да, вот если, как бы, для людей это перефолминировать, каждый человек, ну, идет туда, куда ему хочется, правильно? Вот, куда ему хочется, ну, правда, если мы начинаем разбираться в том, а конкретно-то, куда каждый человек идет, да, получается очень, такой ответ очень общий, ну, туда, куда ему хочется, он идет. И получается такая ситуация, что вот, куда бы человек ни пошел, мы бы, мы можем объявить вот это, что он идет в своей цели. То есть мы можем вообще предсказать, как бы, результаты любого опыта. Вы понимаете, то есть вот, это у нас, получается, теория, которая, как бы, объяснит нам с равным успехом результат опыта. Вот мы камень уберем и отпускаем его. Куда он полетит? Полетит вниз, значит, он движется к своей цели, а если полетит вверх, то что? Значит, он к своей цели движется, цель у него другая. Вот, то есть, научная теория не может таким образом строиться. Вот, истинно, как бы, научной теорией должна быть возможность, ну, проведение такого критического эксперимента. Если наша теория предсказывает, что камень полетит вверх, а мы на опыте видим, что он полетел вниз, мы что говорим? Теория не верна. Вот, да вот, Ньютон, ну, он понял, как вот эту ситуацию исправить. Вот, в том смысле, что у него получилось так, что законы, которым подчиняются все тела, ну, механические законы, на них, конечно, говорят, вот, все тела одни и те же, одни и для всех. А ситуации различаются начальными условиями. Понимаете? То есть, вот, как полетит камень, зависит не только от законов Ньютона, а он один и тот же. То есть, сила притяжения одна и та же. Для камня, который полетит вверх или который полетит вниз. Чем различаются ситуации? Начальными условиями, да, то есть, куда мы бросим этот камень, с какой скоростью. Вот так он и полетит. То есть, вот, это же имеет место и, ну, естественно, для вот этих вот уравнений частных производств. То есть, чтобы однозначно описать ситуацию, нужны дополнительные условия. Для уравнения в частных производных это начальные условия и граничные условия. Вот. Итак, начальные условия для уравнения колебания. Ставятся так же, как и для обыкновенных дифференциальных правил. То есть, это, значит, мы должны знать, как выглядит у при t равном нулю. И это будет считаться у нас известная некоторая функция. Ну, вот, у с ноликом. От x заданных. И, если это нам известно, то нам фактически известно, что форма струны в момент времени t равна нулю. То есть, задана форма струны в момент времени t равна нулю. Второе начальное условие это Ду по дт при t равном нулю, что же задано? Ну, как у t дифференциальных правилах. Вот. Это, как это тоже известная функция у и динеса от x. Ну, ду по дт это скорость струны. Значит, в начальный момент времени задана скорость с каждой точки струны. Задана скорость с каждой точки струны. Ну, при всей своей, как бы, простоте эти начальные условия все-таки не являются, ну, такими уж произвольными. То есть, почему бы не задать в качестве начальных условий саму скорость и ускорение? А почему бы и нет? То есть, саму, извините, форму и ускорение. Не первую, а вторую произвольную. Ну, так делать нельзя. Потому что, на самом деле, как выглядит ускорение, определяется у нас вот таким дифференциальным уравнением, да? Если мы зададим его в начальный момент времени, это мы уже совершим некоторое насилие на вот этой вот математической системе, да? У нас одна и та же величина будет подчиняться и уравнению, и значит, как бы не может быть производить. А с другой стороны мы ее задали каким-то образом. Получится несогласованная система, да? То есть, повторяю, что вид начальных условий не является поливиона. Давайте перейдем. Так, ну, помимо начальных условий, на самом деле, должны быть еще и граничные условия. Дело в том, что тут ситуация такая же, ну, как вот для начального момента времени. На границе у нас, как бы, мы должны доопределить, что происходит у нас на границе. Точно так же, как в начальный момент времени. Вот, иначе вот эта вот неопределенность поведения на границе, она останется потом в решении. Граничные условия. Ну, задаются на конца интервала. Граничные условия. Задаются на конца интервала, ну, то есть в точке 0 и в точке 0. Ну, давайте запишем, как бы, что ли определение, что-то новое, да? Граничные условия. Задавение. Значение. Пункции. И, скобочка, или. Ну, снова, почему либо функция, либо ее первое производство. Второе производство не задавать уже не может. Она, уравнение у нас есть. Вот. Ну, в зависимости от того, что задается, значит, эти уравнения различают по типу. Первый тип. Первый тип. И у него есть даже имя свое. Это тип Ерихлев. Первый тип Ерихлев. На краю интервала задается сама функция. Ну, я напишу в общем виде. У при Х, равном нулю, равно, ну, какой-то В1 от Д. Вот. В общем виде это вот так. Это первый тип граничных условий. Граничные условия деревья. Ну, при Х, равное Л, тоже можно так же задать. Я буду для примера писать только при Х, равном нулю. Имеется в виду, что при Х, равном Л, тоже должно быть какое-то ограниченное условие. Понятно, да? Вот. Физический смысл этого условия какой? Посмотрите, мы определяем, значит, вот это смещение в каждый момент времени, значит, смещение вот этой крайней точки струны в Х, равном Л, в каждый момент времени считается известной. То есть мы берем струну, закончик Х, равное нулю, и двигаем ее по известному закону. В1 от Т. Понятно, да? То есть вот это вот заданная величина. Заданная величина. Ну, то есть это, ну давайте запишем, что-то, что-то, пишите. Движение, ну это какое, левого конца струны, левого конца струны по, известному закону. Вот. Ну, частный случай этого условия, который, как бы, сам по себе влажен, это при Х, равном Л, равном Л, вот это называется условие закрепленного конца. Условие закрепленного конца. Ну, я надеюсь, понятно, почему так. То есть мы этот конец, Х, равный нулю, держим, прикрепленный к точке, ну, имеющим, как бы, смещение 0. Да, то есть мы его жестко держим в условии закрепленного конца. Вот. Второй тип. Второй тип. Его иногда называют граничным условием неймом. Записывается таким образом. ДУ по ДХ при сравненном уровне, равно, ну, какое-то В2 от Д. Да? Смысл по этому условию какой-то? Что считается известно? Ну, вот, мы, когда выводили уравнение корребаний, мы видели, что вертикальная составляющая силы, да, она пропорциональна вот этой производству. Вот. То есть получается, что у нас тут как бы стоит правильство, ну, как в третьем законе Ньютона. Вот этой, значит, силы, действующей на точку X равная 0 со стороны струны и какой-то внешней заданной силы, да? То есть определяется сила или заданная сила, ну, мы там, конечно, должны на Т-дом множество быть предметилась в силу, да? Но, по сути своей, заданная сила, действующая на, ну, вот этот левый конец струны. Ну, и, наконец, третий. Третий тип, его иногда, ну, гораздо реже, чем вот эти первые два, называют каким-то именем, но я это симметрию тоже назову. Робена. Значит, третий тип Робена. Это, а, черт, давайте начислим, сейчас. Вот, когда ДОПДХ при X равном 0, равно 0, вот, важный частый случай, его называют, значит, ну, условия, граничное условие свободного конца. Ну, имеется в виду что? Что на, в данном случае, левый конец струны никакая сила внешняя не действует, он болтается, как бы, свободно, незакреплённо. Да? Вот, это частные условия, частный случай. Ну, и, наконец, третий тип Робена. Вот, это выглядит таким образом. Альфау плюс бета ДОПДХ. Вот это все задано в точке X равно В, и равно, ну, какая-то функция В3 на Т. Вот, вот таким образом, значит, здесь проразумевается, что альфа и бета больше либо равны нуля, то есть это неотрицательное число, заданное, известно. Ну, и функция вот эта В3 известна. Значит, смысл какой у этого условия? Ну, снова мы видим, что, как бы, вот это вот слагаемое отвечает за силу, которая действует на конец струны. Если мы это сюда вот перенесём, да, то у нас получится, что сила равна сумме двух составляющих. Во-первых, какая-то заданная, известно. А во-вторых, смещение самой точки струны. Ну, вот такая сила, которая пропорциональна смещению, это упругая сила. То есть, поэтому физический смысл вот этого условия, это условие упругого закрепления. Условие упругого закрепления. Ну, то есть, если здесь мы жестко, как бы, держим конец струны и двигаем его как-то, да, то тут мы, на самом деле, двигаем не сам конец, а как бы пружинкой, да, которая притерплена к концу струны. Вот мы одну, как бы, один конец пружинки за струну зацепили, а другой сами двигаем. Ну, вот как-то там это болтается. Вот, ну, естественно, как бы, эта часть может быть равна нулю, и тогда это будет просто, как бы, чисто на пружинке будет висеть. Вот такой неподвижно закрепленный конец. Ну, еще раз обратите внимание, что граничные условия задают на левом и правом конце интервала. То есть, точно такие же граничные условия, ну, не обязательно, как бы, как на левом конце интервала, но имеется в виду, вот какое-то из граничных условий, надо поставить и в точке X равно L. Значит, выглядит и выглядит точно так. Ну, правда, на самом деле, вот это условие немножко поменяется, но в свое время об этом поговорим и делаем. Так. Значит, вот постановка задачи означает, что задано дифференциальное уравнение, ну, уравнение и колебания, заданы обязательно два, не меньше, начальных условия, вот это вот, и заданы граничные условия на обоих концах интервала. Вот тогда, вот эта вот задача будет иметь единственное решение. Да, в противном случае, ну, решение либо не будет, либо оно будет содержать, значит, произвольный, постоянный. Так, ну, еще один пример, такой физический, уравнение другого типа. Это уравнение теплопроводности. Итак, вывод, уравнение теплопроводности. Итак, вывод, уравнение теплопроводности. Ну, мы снова возьмем какую-то очень простую физическую ситуацию и, значит, рассмотрим процесс теплопередачи. Рассмотрим процесс теплопередачи. Пусть у нас функция У в момент времени Т и в точке R будет означать температуру среды. Ну, соответственно, в момент времени Т и в точке R. То есть У назначим температуру в момент времени Т и в точке R. Ну, сразу, конечно, хочется сказать слова, что как это так, температура в точке, это на самом деле не такое простое понятие. Имеется в виду точка, она такая физическая точка, не математическая, а физическая. То есть объем, который достаточно мал по сравнению с рассматриваемой системой. Ну, бесконечно мал. Но все-таки который состоит из какого-то макроскопического количества атомов или молекул, трактов, и имеется в виду, что там устанавливается внутри вот этого микроскопического объема локальное равновесие. Да, вот тогда можно ввести вот эту локальную температуру. Ну, ладно, там еще много слов можно говорить по этому поводу. Этим ограничимся. Мы будем, значит, рассматривать, ну, некоторое тело, которое я обозначу как. Вот, и будем рассматривать, ну, вот такой тепловой баланс относительно вот этого объема же. Вот, ну, значит, как изменяется энергия, что ли, вот этого объема в результате процесса теплопередачи. Ну, во-первых, как бы мы должны рассмотреть, сколько тепла приходит туда из внешней среды, да. Вот, для этого, значит, ну, вот, то есть это то тепло, которое поступает через границу тела, даже, да. Вот, ну, мы для этого выделим какую-то площадочку и нарисуем там нормаль, которая смотрит внутрь, обозначим ее N0. Вот, и тогда, согласно закону теплопроводности, да, у нас есть поток тепла, поток тепла, который, значит, пропорциональен, вот этот коэффициент пропорциональности называется коэффициентом теплопроводности, коэффициентом фурьера, да, пропорционален, значит, ДУ по ДН0. ДУ по ДН0. Ну, тогда мы можем, значит, это в векторном виде, да, а если, как бы, написать это в скалярном виде, мы должны спроекцировать на N0, да, то есть скалярно-домножить это, то есть КУ на N0, да, это я обозначу просто КУ, да, КУ-К, ДУ по ДН0, ну, теперь уже скалярное напишу, то есть нормальная такая производная, а тут, как бы, ну, несколько такое обозначение, ну, как сказать, векторное, да, то есть на самом деле, как бы, наверное, правильно написать сначала вот это соотношение, а это тогда получится, если мы доножим его на N0, да, в правой обозначении. Ну, вот, будем считать вот это, значит, закон фурьер. Знак минус, тут присутствует почему? Ну, потому что на самом деле, согласно второму началу, тепло распространяется от нагретого тела к холодному телу, да, то есть поэтому, если у нас вот это ДУ, то есть изменение температуры будет положительным, да, то есть с вот этой стороны у нас будет более горячее, то тепло потечет обратно, да, вот, и только в случае, когда окружающая среда более горячее, да, то есть ДУ у нас изменение температуры отрицательных, да, и то потечет внутрь, да, то есть знак минус это учитывая. Да, ну вот, чтобы посчитать количество тепла, которое поступает в объем G через внешнюю границу, надо, значит, весь этот поток просуммировать по поверхности, да, и так, К1, назовем это количество тепла, которое течет сквозь границу, то есть это будет интеграл по всей поверхности ДЖ, ну, надо писать КУ на ДС, да, КУ на ДС надо писать, подставляем выражение через температуру, и получаем следующее, интеграл по замку ТПФ из ТДЖ, КАТ, ДУ по Д на ДНО, на ДС, вот, ну, значит, здесь нам удобнее, на самом деле, перейти к внешней нормали, и я веду вот такую вот внешнюю нормаль, обозначу ее М, и Н это внешняя нормальность, Н равно минус Н0, ну, поэтому я, как бы, могу это записать вот так, интеграл по ДЖ, КАТ, ДУ по ДНО, ДС, вот, значит, принято переходить ко внешнему нормальному, ДУ по ДНО. Значит, интеграл, который тут записан, поверхность интеграл первого рода, но поскольку здесь стоит ДУ по ДНО, очень удачно, да, можно превратить его в интеграл второго рода, вот, в интеграл второго рода, выглядеть он будет таким образом, то есть тоже интеграл, поверхности ВЖ, здесь К, АТ, 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 здесь будет Градиенту, да, Градиенту на ДС, вот, примерно поверхности, значит, можно будет всяких установить. Ну, что это такое? Это, значит, поскольку нормальная производная, это градиент, ну, не может быть, НАТ, то вот этот вектор Н, вектор нормальный, можно приписать к ДС, и тогда появится вот этот вот элемент, значит, ориентированный, как говорят, элемент поверхности. Это интеграл второго рода. Ну, теперь, конечно, все это ведется зачем? Теперь воспользуемся формулой Гаусса-Астроградского, да, который позволяет нам переписать вот этот поверхностный интеграл в виде объемного интеграла. Ну, мы на самом деле пользуемся, если вот так вот посмотреть, тем же самым приемом, что и в случае уравнения колебаний, да, уравнения колебаний в прямом уровне мы пользовались формулой Ньютона-Лейдницы, так это на самом деле одномерный аналог формулы Гаусса-Астроградского, да, один и тот же прием. Чтобы это написать, надо, значит, помнить, что получится. Это, значит, интеграл должен браться от дивергенции вектора, да, от дивергенции вектора, который стоит вот здесь, вот в скалярном произведении. А что это за вектор? Ну, Ка-то я в скалярную множду, его можно сюда приписать, и вектором выйдет Ка на градиент У, да, то есть, значит, инвергенция должна браться от Ка-Ка-Р, градиент, градиент У. Ну, теперь уже интеграл берется по объемам. Итак, еще раз, что такое У1? Это то тепло, которое поступает во объем уже через поверхность. У1, это то тепло, которое поступает в объем G через поверхность, извне, то есть, приходит. Так, значит, ну, пусть у нас есть еще и тепло, которое производится источниками внутри данного объема. Пусть в явном виде еще напишем вот таки Δt, чтобы нас не смущало, что какая-то такая неправильная по размерности величина. то есть, вот здесь все это выражение тогда домножить на Δt уже не на одну секунду. Это просто Δt, это как бы за время Δt, так сказать. Тогда и тут мы должны как бы домножить это на Δt. и так, вот это вот F, это, ну, видите как, с одной стороны подложение дегридована, с другой стороны на Δt домножаем. Значит, это должно быть плотность, на Δt домножаем энергии получается, мощности, плотность, мощность, да, плотность, мощность, да, источников тепла, внутри, да, плотность, мощность, источник тепла ближе, вот, смысл это увеличивается. Ну, то есть, скажем, вот если же, это наша комната, то вот есть батареи, да, вот они являются источниками тепла внутри, или мы с вами тоже тепло вырабатываем, вот, значит, есть такая, распределенная такая мощность. Вот, ну и, наконец, значит, давайте составим уравнение баланса. Уравнение баланса. Вот, ну, предположим, что у нас среда не подвержена тепловому расширению, да, предположим, нет теплового расширения, и не совершается работа. Не совершается работа. Ну, тогда уравнение баланса, это первое начало термодинамики, да, записывается очень просто. Все тепло, кожный, пункт 2, идет на изменение внутренней энергии. т.е., то есть, когда член связанной с работой, он отсутствует. Вот, изменение внутренней энергии, мы тоже, как бы, запишем в очень таким, таком простом предположении. Будем считать, что вот это вот изменение внутренней энергии, это, значит, школьная формула, я ее сначала так запишу в таком схематичном виде, c, это будет тогда теплоемность, умножить на m, да, и умножить на дельта t, цена m на дельта t. теперь, как бы, во что это превратится у нас, в нашем случае? Ну, дельта t, это дельта u, на самом деле, да, вот, дельта u за момент времени, значит, дельта t, это что такое? Дельта u, правда, у, в момент времени t2 в точке r, минус u в момент времени t1 в точке r, да, вот, ну, мы, конечно, как бы считаем, что вот эта вот разница между момент времени, между t2 и t1 не очень большая, мы берем это в таком виде, это будет du в dt на дельта t, du по dt на дельта t. Вот, ну, а, значит, с теплоемкостью и с массой мы снова поступаем так, как это делали уже для, ну, для струны, да, то есть вот это вот, c превращается у нас некоторую функцию c от r, вот, c от r, а масса у нас, как бы, соответствует, ну, про от r на d r, или d g я обозначаю, ну, и тогда вот это вот, дельта e суммарно будет чему соответствовать в результате, так, вот, я здесь же напишу, вот, дельта e будет соответствовать интегралу по объему g, c, r, теплоемкостью, ρ, r, плотность, дальше, d u по dt на d и т, d u по dt на d и т, и все это по dg, то есть вот, снова, используя некоторые приближения, и мы записали изменения внутренненами. Вот. Записываем теперь уравнение баланса, записываем все интегралы и получаем. Ну, сначала я записываю вот этот в дельта e, интеграл по объему, вот, c, r, r, d u, по dt, dg, dt, равно, значит, вот этот вот интеграл, интеграл, по объему, он дивергенции, kt, dn, t, dg, dg, dt, t, плюс, интеграл, по g, f, dt, dg, dt, t. Так, ну что ж, снова написано равенство, вот, интегральное такое, да, и снова можем воспользоваться тем фактом, что объем g произволит, ну, dt, t, и здесь, вот, а дальше говорить, что объем g у нас произволит, и поэтому можно считать, что под интегральное выражение с правой и с левой тоже равняет руту, да, в результате получается вот такое уравнение c, r, d, u, tr, под интегральное выражение дивергенции к, r, divергенции градиента Tumblr, tr, j, плюс f, r, вот это уравнение называется уравнением распространения тепла уравнение распространение тепла мы снова те же самые слова говорили про волновое уравнение тут можно говорить да во первых смысл коэффициентов которые входят сюда вот этого произведения цена вот этого как это свойство среды причем определение эти коэффициенты таким образом что они всегда положитель не отрицать вот этому слагаем это ну выглядит как внешняя сила в уравнении колебаний да вот тут это значит работа вот этих источников они являются внутреннюю в данной системе да но по отношению к значит ну что ли самой среде самой среде это какие-то внешние источники ну что имеется ввиду вот допустим в нашей комнате вот эта среда температура которую мы меряем это воздух мы с вами тоже находимся внутри комнаты являемся источниками тепла но по отношению к воздуху то мы него внешне вот поэтому это тоже называет значит но отвечает что ли за мощность вот этих внешних источник тепла внешне по отношению среди вот температуру уравнение это первого порядка по времени вот но здесь вот дивергенция градиента вот это вот первый порядок и это первый порядок производных по координате да даст нам вторую производную по координате поэтому дифференциальное уравнение будет второго порядка то есть это дифференциальная уравнение частных производных все-таки второго порядка потому что здесь вот старшие производные имеет порядок вот ну опять же если среда однородно значит однородная среда все немножко упрощается то есть тогда c равно ц константа до константы значит роя равно некоторого то есть тоже константа до константа до константа до константа и уравнение приобретает такой вид д фу по дт равно а квадрат а квадрат оператор лапласа у плюс р т вот уравнение приобретает вот такой вид здесь ну вот это а квадрат это будет к поделить на c рот ну имеется ввиду что это величина строго больше нуля определяется свойствами уже теперь однородной среды вот ну дельта это значит оператор вот этого дивергенция градиента дивергенция градиента это что такое это скалярное произведение оператора нагло самого на себя вот или в декартовых координатах если расписать это сумма вторых производных то есть это будет равно давай пятикартовых координатах пятикартовых координатах это будет сумма пока единице до н ну нет н равно 1,2 или 3 правда да вот d 2 а d xkd 2 в нашем случае как бы простому как бы n равно 3 ну а n может быть равна 2 а 4 как правило уже реализуется так точно так же как для значит уравнения колебаний мы должны задавать еще дополнительно начальные ограниченные условия чтобы доопределить ситуацию итак начальные условия начальные условия поскольку у нас уравнение первого порядка по времени то начальные условия здесь только одно так а так уравнение f большой или f маленькое f маленькое да f маленькое ну и снова надо поделить f на cr начальные условия значит только одно начальное условие потому что уравнение первого порядка по времени у при t равном нулю равно u нулевое от r что оно означает в начальный момент времени задана температура известная температура в каждой точке внутри нашего объема her значит ну можно сказать так распределение температуры распределение температуры вот t равное нулю распределение температуры имеется в виду что это температура в каждой точке И надо ставить еще и граничные точки. Но они тоже могут быть трех типов. Точно так же и в Рифле, Нейман-Набел. Первый тип у на границу области G задан. Это будет какой-то В1, АТ. По смыслу свою область. Что оно означает? На границе области G задана температура. То есть задана температура границы. Но только теперь это уже T, R и T. То есть в любой момент времени температура на границе должна быть заданной. Дальше. Второй тип. На границе задана нормальная производная. Ну что ж, смысл этого граничного условия какой? С нормальной производной, производной температурой по направлению связан тепловой поток. Значит получается, что согласно этому условию мы считаем заданным на границе в любой момент времени тепловой поток. Значит может либо задана температура, либо заданным тепловой поток. Ну и третий вариант. Третий тип. Третий тип. Комбинация как бы этих условий. Это альфа-у плюс бета-ду-пдн. Третий тип. Третий тип. Третий тип. Третий тип. Со всеми. Какие-то. Это ж какие-то там, мизозойские эти самые, да? Рачки, да? Какие-то твердологные какие-то вообще попались. И стираться не хотят. Так. Так. И так это равно уже 3. От Тр. Да. Вот такая судьба. Уже где-то там 200 миллионов д. Пишем мы. Так. Значит смысл какого этого условия? Ну точно так же можно рассуждать. Дву-пдн – тепловой поток. Да? Значит часть этого теплового потока задана в виде известной функции, а часть, значит зависит от температуры внутри, ну или на границе. То есть получается, что она может быть больше или меньше, в зависимости от того, вот как температура области выравнивается с температурой среды. Поэтому это условие называется условие теплообмена. Имеется ввиду, что как только температура вот этой среды, ну то есть температуру нашего объема рассматривает, выравнивается с температурой окружающей среды, то если вот это у вас нет, то и тепло опять закончится, да? Тепловой поток прекратится. Вот. Ну соответственно можно ставить что? Можно ставить частные случаи этих граничных условий. Ну допустим вот это вот равно 2 метра. Температура на границе равна 0. Ну правда 0 температура как бы недостижима, да? Вот. Имеется ввиду, что температура на границе постоянно, и вот это вот постоянное значение мы выбираем за начало отчета теплообмена. Понятно? Спасибо. Спасибо.